Полынь горькая, артемзия амсинтхиум, извините за мое чтение на латыни. Свойства сложноцветные. Многолетние травянистые растения, достигавшие высоты 1-1,5 метров. Сцеблей обычно бывает несколько, они прямо стоячие, ребристые, часто красноватые. Внизу деревенеющие, вверху разветвленные, листья крупные, длина 3-15 м, шириной от 2 до 12 м, зеленые. Снизу имеют серебристое опушение, почему серебристое я уже говорил. Перисто рассеченные, нижние листья черешковые, верхние сидячие, прицветные листья цельные, листья расположения очередные. Цветки очень мелкие, розовые или красноватые. Наружные, женские, внутренние, обоеполые, собранные в яйцевидные корзиночки, которые по одной или группами сидят в пазухах, кроющих листочков на краю цветоносных веточках. Образуем мечельчистое соцветие. Цветет от июля до октября. Плоды мелкие семянки, без хохолка, подземные органы, многоглавые, одревеневающие корневища и ветвистые многочисленные бурые корни. Извините за чтение. Имеет специфический ароматный запах. Вот это важно. Чем он сильнее, тем он лучше будет действовать. Сбор. Лекарственным сырьем являются хорошо развившиеся, но не распустившиеся корзинки и трава, а также корни, выкопанные осенью. Сейчас надо уже копать. Корни не моют, сушат или затем очищают щеткой. Из истории о полыне горькой. Полынь – самое горькое растение в мире. Горечь ощущается даже при разведении в 10 тысяч раз. В древности победителям Олимпийских игр в награду подносили питье с полынью. Римляне употребляли ее настой как средство для укрепления желудка. Желудка кому надо укрепить? В Китае же считали, что если носить в сандалиях свежие листья полыни, восстанавливается аппетит. Путешественникам по морю полынь помогает избежать морской болезни. При волнении хорошо понюхать пучок полыни и положить под подушку. Скорее заснешь. А Виценна считал полынь горькую, сильнейшим противоядием и средством для усиления аппетита. Вот что он говорил. Это прекрасное и удивительное лекарство для аппетита, если пить ее отвар и выжатый сок 9 дней. Надо попить. В средневековом медико-фармакологическом трактате о свойствах трав автор Одо Измена о полыне горько написано следующее. Как бы ее не принять, укрепляется вскоре желудок. Лучше, однако, трава, коль отваришь с водой дождевою, то есть с мягкой водою, и перед самым принятием остудишь под небом открытым. Гонит он также глистов и смягчает желудок. А если примешь ты этот отвар, непомерную боль успокоишь и селезенке поможешь, коль с уксусом выпито будет. Кроме того, если примешь, грибную изгонит отраву. Противогрибковое средство. Противогрибковое средство. Противогрибковое средство. Запоминайте. Взятое вместе с вином со смертельной сразится цикутой. При ядовитых укусах, коль выпьешь, она помогает. Каково? Во времена Киевской Руси целители хорошо знали это растение и упоминали его в старинных травниках и лечебниках. Сок свежей полыни горькой, как ранозаживляющее и очищающее от гноя средство, использовали в Киевской, Полтавской, Винницкой и Воронежской губерниях. В виде отвара употребляли в Прикарпатии, а водочный настой использовали в Полтавской, Черниговской, Вятской и Тамбовских губерниях. Полынь горькая считалась и продолжает считаться великолепным желчегонным и глистогонным средством. Кстати, так как есть глисты, которые обитают в печени, это прекрасная вещь для того, чтобы именно оздоровить печень от разного рода заразы. Ее широко применяли при заболеваниях печени, селезенки, воспалениях мочевого пузыря, почек. Кстати, надо это сама. После приема соды активно заняться полынью. Употреблялась и при бессоннице, кишечных спазмах, как возбуждающий аппетит средство. Вот тут, вот тут, вот нежелательно. Итак, аппетит хороший. Все это, а, для этого делали травяной сбок. Брали по столовой ложке полыни, золототысичника, одуванчика, заваривали и принимали по 30 грамм 3 раза в день. Кое-где полынь горькую считали средством, улучшающим память. Ее настоемы полоскали рот при зубных болях, пили при ревматизме, при эрозии матки, при женских болях употребляли настой полыни, ромашки, шалфея, мяты. Заваривали и пили по 10-20 грамм трижды в день. Наружно полынь горькую употребляли при опухолях, ушибах, в виде примочек из водного настоя. И вообще, водный и водочный настои полыни горькой лекари использовали как эффективную растирку для суставов, ревматизм и мышц, невралгии, люмбага. В Вятской губернии полынному настою добавляли уксус, виноградное вино или водку и уже использовали для очищения гноящихся ран. Тем, кто отправлялся в дальний пешеходный переход, рекомендовали иметь при себе горсточку полыни. Считалось, что она снимает усталость в дальней дороге. Также рекомендовали мыть ноги отваром полыни. Об этом мы уже говорили. Выдающимися целебными свойствами славился полынный сироп. Его готовили просто. Это другой рецепт. 100 граммов сухой полыни. Горькая, естественно, она продается в аптеке. Залить полутора литра металлой воды. Можно дождевой воды. Настоять одни сутки. Затем прокипятить 5-7 минут. Процедить. В отвар положить 400 граммов сахара. Довести до кипения и кипятить до тех пор, пока не превратится в сироп и не загустеет. То есть мы траву положили, прокипятили траву, эту вынули и выбросили. Добавили сахар, сделали сироп, кипятим и сгущаем до загустения. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день. Я принимал. Я делал, принимал. И знаю, что это такое. О! При этом отмечается сильное возрастание аппетита, что указывает на улучшение пищеварительных способностей. Полынный сироп помогает при болезнях печени и желудка. Уплотнение селезенки и желтухи изгоняет ветер из тела. Помогает при кулике. При всякой болезни мочевых путей выводит камни с мочой. То есть не просто выводит, а он еще их дробит. Циц, никому. Это секрет между нами. Мой вариант приготовления. Мой. Как я готовил. Просто залейте 100 грамм сухой, измельченной полыни пол-литрами меда. Закройте крышкой и выставьте на солнышко или на батарею. Через неделю получите полынный сироп с сохранением всех полезных веществ. То есть даже кипятить не надо. Видали, какой я умный, однако. Как просто. Надо как-то назвать его, как Тодикамп назвал. Глядишь, еще я на этом подзаработаю большие деньжищи. Ой, бабки, 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 бабки. Как многие там считают. Итак, наши предки считали, что полынь, носимая на теле, охраняет носящего его от порции и злых духов. А знаете почему? А знаете почему? Не знаете почему. Потому что ее дух создает атмосферу. Атмосферу, укрепляющую нашу ауру, в которую уже этим духом злым. И порчи, энергетики трудно проникнуть. Потому что тут стоит своя энергетика, аромата. Ну невозможно, понимаете, с вами вот так вот просто серьезно говорить. Ну это просто невозможно. Я написал, читаю, понимаете. Ну не могу я, не могу. Ой, полезными свойствами обладают все части растения. Третье свойство действия состава. Полынь горькая, богатая эфирными маслами. Вот эти масла уже разделили там, эти эфирные масла. И дали им такие названия, что они вам ни о чем не говорят. Туй-он, туй-ол, филандрин, азулен. Которые по своим свойствам опережают даже ромашку и зверобой. Кстати, мы и поговорим о ромашке, и зверобуем. Все это будет в моем травнике. Самым лучшим травником в мире. В ней содержатся витамины, дубильные, слизистые и смолистые вещества. Кумарины. Опять ни о чем. Это надо кумарины. И отдельно уже говорить кумарины. Это флавоноиды. То же самое. Лактоны. Картиноиды. Алкалоиды. Кислоты. Ой-ой-ой, дальше. Из валерьянова, суцинова и малинова. Ну, малинова, вот, понятно вроде бы. Тионовые спирты, кодинин, пенин и даже сахаристые вещества. А говорят я, что только вот могу выражаться рабочий, крестьянским народным языком. Смотрите, какой я грамотный. Какие названия читаю вам, а? Голова. Однако важнейшим среди них будут горечи, о чем я говорил, именно горечь. Именно горечь полынь обусловивает наличие, ох, ё-моё, абсентина, артемизина, эфирных масел и некоторых полынных алкалоидов, бетаина и холина. Ох, ё-моё. Полынь горько обладает противосудорожным, жаропонижающим, обезболивающим, кровоостанавливающим, антисептическим, антибактериальным и общекрепляющим действием. Вот это вот нам ясно понятно. А всё остальное, какие-то слова. Её используют в качестве селия для получения камфоры. А препаратами артемизин и арглобин, получаемые из неё, даже лечат раковые опухоли. Четвёртое применение. В народной медицине полын горько применяют как желчегонное, желудочное, мочегонное, патагонное, успокаивающее и глистогонное средство. Поэтому её используют при нервных болезнях, эпилепсии, как средство регулирующее работы желудочно-кишечного трахта, ревматизме, экземе, псориазе, ожогах, цинге, геморрои, водянке, грыжи, язвах, воспалениях суставов, полиартрите, лихорадке, лихоманке. Промывки ран против заражения крови, при глазных болезнях, ожирении для усиления энергетики и восстановления сил. Кстати, при глазных болезнях, если у вас имеется катаракта или ещё что-то там такое, знаете, такое наросло, вот тут можно попробовать различные примочки, компрессики с полынью, но дозировочку надо очень-очень постепенно регулировать для того, чтобы глаз не вывалился. А как раз вот эта вот плёнка там от бельма там отслоилась, там катаракта рассосалась, так, или рассеялась. Так, лечение горечью полыни весьма эффективно против наиродной инфекции в организме, помогает при бессоннице, восстанавливает обмен веществ, в результате чего исчезает ожирение и лишний вес. Это уже для меня является эффективным средством для быстрого выхода из болезненного состояния, особенно в период восстановления, после болезни снимает почти все воспалительные заболевания, особенно эффективно при бактериальных инфекциях, пищеварительной системы и половых путей. Но для этого надо её туда подать. То есть, если половые пути, это будет уже не питьё, а шпринцевание. Её принимают при гинекологических заболеваниях, простатитах, уретритах, болезнях кожи, желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы, почек и во многих других случаях. Используйте её в виде настоек, чая, отвара, примочек, ванн, спринцевание, листьев, сухого порошка, масла, пара и дыма. И даже пьют полынное молоко, если корова обычно ранней весной съесть полыни. Листья, варёные листья и молодые побеги полыни обыкновенно употребляли для приправы жирных блюд, особенно жареные гусятины, вызывает аппетит и усиливает пищеварение. То есть, надо этот жир быстрее, как бы сказать, вот так вот-вот-вот-вот-вот раздвинуть, размельчить и движение вызвать. Вот именно вот это движение вызывает полынь. В виде припарок листья полыни прикладывают при ушибах и вывихах, настойка травы внутрь, при почечнокаменной болезни, пневмонии, туберкулезе, неврастении, авитаминозах, при тяжёлых родах, женских заболеваниях, анемореи и гисменореи, диабете, дизентерии, астме, бронхите. Если вы испытываете изжогу, то несколько капель полынной настойки быстро снимут это неприятное ощущение. Перед тем, как выпить водную настойку на пар отвар полыни, следует знать о том, что она плохо сочетается с сахаром. Его добавление может снизить эффективность лечебных свойств. Именно поэтому во время приёма полынных настойок все сахаросодержащие продукты следует исключить. Это какая-то современная рекомендация. Дело в том, что там как раз полынный сироп с сахаром с мёдом прекрасно идёт. Ну ладно, оставим это. Это уже выясняется чисто практикой, полезно или не полезно. Так, полынные отвары и настои могут быть одинаково эффективны при лечении нервных расстройств, повышенной возбудимости, вот такая, как у меня сейчас, работы поджелудочной железы, лечении кожных болезней и многих других. Настойка для сброса лишнего веса может прекрасно помогать при простуде, а при наружном применении снимать отечность и избавлять от прыщай. Благодаря этому одним и тем же средством вы сможете лечить сразу несколько недомоганий. Настойкой полыни горькой 10 грамм сухой травы, 2 столовые ложки это примерно, залить стаканом кипятка в термосе со стеклянной колбой, ночь настоять, пить по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за 20-30 минут до еды, полынный чай, чайную ложку мелко нарезанной полыни, залить в чайнике пол-литром крутого кипятка, дать настояться 20 минут, пить по 50 грамм 3 раза в день за полчаса до еды. Можно добавлять мед по вкусу, это уже моя рекомендация. Мед как конь понесет полынь в организм. Аппетитный сбор, полынь горькая, сухая трава 80 грамм, тысячелестник, сухая трава 20 грамм, все перемешать, 2 чайные ложки сбора, залить пол-литром крутого кипятка в термосе со стеклянной колбой, настоять ночь, пить по 50 граммов 3 раза в день за полчаса до еды. Противоалкогольный сбор, полынь горькая, сухая трава 20 грамм, тимьян ползучий, сухая трава 80 грамм, все перемешать, взять 15 грамм травяной смеси, залить стаканом кипятка в термосе, настоять ночь, пить по 50 граммов 3 раза в день в течение месяца. После 1-1,5 месячного перерыва курс повторяют. Наломанные ветки полыни обладают горчайшим духом, крепким, стойким, поэтому из полыни делают веники для бани. Такой веник в парной наливает мышцы бодростью, улучшает обмен веществ и препятствует преждевременному старению. В кулинарии молодые листья негольких видов полыни являются хорошей приправой к жирным мясным блюдам, потому что вроде и горечи нет, но тем не менее она вот это вот, все это жир быстренько, быстренько разжижает, быстренько его приводит в такое состояние, которое удобно для переваривания. Используют их для придания пикантного аромата и вкуса квашением, солением, маринадом, соусом и уксусом. Корни, порошок и настой отвар из корня полыни горькой, выкопанного осенью, когда произошел запас питательных веществ в корне, принимают при параличах, порезах, снижении силы мышцы или в группе мышц, судорогах. Порошок принимают по 1 грамму 3 раза в день перед едой, настой или отвар по столу ложки 3 раза в день. Ванны из корней полыни, измельченные корни граммов 100-150 заливают 2-3 литрами воды, настаивают 2 часа, кипятят 10 минут, процеживают, выливают в ванну 36-37 градусов Цельсия, принимают на ночь при подагре, неврозах, климаксе. Курс лечения 12-14 ванн. Сок. Рецепт для русского царя Василия Третьего отца Ивана Грозного. Сок полынный, смешанный с медом, и тем помазуем веки, тогда светлость очам наводит. Способ приготовления сока полыни. Возьмите свежий полыни, размельчите, выжмите сок и высушите на солнце, а затем употреблите. Природа его горячая и сухая, обладает высушивающими и вяжущими свойствами, помогает при застарелых лихорадках и открывает закупорку печени. Это очень важно. Печень у нас от жирной пищи, от сладостей, от смешанной пищи, вот это белки живые углеводы в одной еде. Она там постоянно находится в стадии закупорки процентов на 50, а то на 70. И открывает закупорку печени. Доза ее на прием 4,4 грамма. Он очищает желудок от желтой желчи. Его вредное действие устраняет ревень. Замените листья горькой полыни в тройной дозе. Сок полыни горькой, другой вариант. Отжимать в августе из зелени накануне цветения. Регулирует работу желудка, повышенную или пониженную кислотность. Снимает сдутие живота и катаральные явления в желудке. Принимать по одной столовой ложке сока и меда. Все-таки и меда. Три раза в день до еды. Кроме этого, свежий сок полыни способствует остановке наружных кровотечений. Применяется в виде повязок, смоченных соков. Семя. Полыни семя. Семена можно использовать вместо травы. Делать из них полынное масло. Масло. Эфирное масло полыни обладает свойствами сжигать жировые отложения. Кстати, его сейчас используем для массажа. Вкупе с остальными маслами. Нормализует водно-жировой баланс. Повышает тонус кожи. Оказывает противовоспалительное действие. Цвет масла полыни обыкновенной светло-желтый. Запах не резкий. Напоминает запах самой травы. Приготовление масляной настойки полыни горькой. Столовую ложку сверху. Полынных семян. Мелите порошок и заливайте половиной стакана оливкового масла. Настаивайте в темном, теплом месте сутки. Масляная настойка готова к применению. Некоторые рекомендуют процедить. Я считаю это лишним. Трава на дне и не мешает. И вдобавок еще отдает, отдает, отдает свои вещества. При бессоннице особенно эффективно накапайте пару капель этой масляной вытески на сахар и принять внутрь. Отмечено положительное влияние и при постоянных обмороках, судорожной рвоте, отдышке. Вариант 2. Наполнить, то есть утрамбовать пол-литровую банку свежей полыни и залить растительным маслом. Плотно закрыть крышкой и настаивать полторы недели. Как только масло приобретет темно-зеленый или перламутровый оттенок, оно готово. Процедить и хранить в темном прохладном месте. Ну естественно употреблять потом. Если нет свежей полыни, то используйте сушеную траву. Измельчите ее в порошок, чтобы получился стакан. Высыпать в пол-литровую банку и залить растительным маслом. Кстати запоминайте, большинство травм, подавляющее большинство травм, сохраняет свою силу год. Максимум 2, но лучше год. Дальше загадавливайте другую. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!